Добрый день! В этом видео я покажу несколько сборок с объяснениями кубика-робика 4х4. Если вы не смотрели мое обучающее видео и не умеете собирать кубик 4х4, то советую его сначала посмотреть. Если останутся какие-то вопросы, то вернуться к этому. Собирать я буду исключительно методом для начинающих. Итак, первая сборка. Начинаем с белого центра. Для этого находим два белых центральных элемента. Ставим их таким образом, чтобы легко было их совместить в полоску. Находим два других белых элемента. Проделываем с ними то же самое, стараясь не разрушить первую полоску. Собрав обе, ставим их на одну грань. После этого собираем желтые полоски, которые будут располагаться на противоположной грани. Располагаем белую грань слева. Находим два желтых центральных элемента. Они расположены на одной грани. Разделим их. Повернем немножко и сделаем первую полоску. Для того чтобы отправить наверх, поднимаем, поворачиваем крышу два раза. Возвращаем. Собираем вторую полоску. И для того чтобы поставить ее наверх, располагаем их друг напротив друга, выбиваем старую полосочку, разворачиваем крышу, возвращаем. Получаем собранный белый и желтый. Берем их по бокам и собираем синий центр. Первые два элемента собираются легко. Получаем полоску, располагаем ее вертикально. Ищем два оставшихся элемента. Этот здесь, этот здесь. Ставим их в удобное положение и совмещаем. Ставим их вертикально и соединяем вместе. Определяем, где будет находиться красный центр. Перед собой белый, сверху синий, значит красный будет справа. Берем кубик вот так. Белый слева, желтый справа, синий сверху. И переворачиваем таким образом. Здесь наверху уже одна красная полосочка есть. Это хорошо. Поставим ее вертикально. Соберем вторую. Помним, что при сборке красного цвета нужно все движения делать с возвратом. Поднимем вот этот элемент поближе к этому. Таким образом, чтобы совместилась здесь палочка. Отведем ее в сторонку, поскольку вот это движение нужно вернуть назад. Есть одна красная полоска, вторая красная полоска. Ставим их друг под другом. И размещаем на одной грани. После красного цвета должен идти зеленый. У нас получилась ситуация, когда здесь три элемента, снизу один. Нужно расположить над одиночным элементом палочку. Таким образом, чтобы вот этот одиночный элемент был на том же уровне, что и нижний. Этот располагается снизу, этот сверху. Значит, повернем еще. Здесь палочка, этот снизу. Поднимаем, отводим в сторонку, возвращаем. Центры собраны. Переходим к сборке ребер. Видим, к примеру, синий-оранжевый элемент и еще один синий-оранжевый. Они стоят один сверху, другой снизу. Поэтому делаем сначала флип. Они становятся оба сверху. После этого делаем комбинацию сдвиг, флип, сдвиг в обратную сторону. Ищем дальше. Первое, что бросается в глаза, это вот этот бело-оранжевый. Поднимаем на одну грань. Опять они стоят на разном уровне. Делаем сначала флип. Сдвигаем. Флип. Возвращаем. Ищем дальше. Синий-красный. И вот синий-красный. Совмещаем их на одной грани. Они получились оба снизу. Сдвиг. Флип. Обратно. Самый нудный этап. Вот белый-зеленый. И вот белый-зеленый. Совмещаем их на одной грани. Опять разные уровни. Делаем флип. Становятся они на одном уровне. Сдвиг. Флип. Обратно. Красно-желтый. И вот красно-желтый. Поставим их на одну грань. Они оба сверху. Нас это устраивает. Сдвиг. Флип. Сдвиг обратно. Дальше. Бело-синий. Бело-синий. На одну грань. Они оба сверху. Это хорошо. Сдвиг. Флип. Обратно. Вот они собрались. Зелено-желтый. Зелено-желтый. На разных уровнях. Делаем сначала флип. Сдвигаем. Флип. Обратно. Дальше смотрим. Оранжево-желтый. Оранжево-желтый. Опять на разных уровнях. Делаем флип. Становится на один уровень. Оба сверху. Сдвиг. Флип. Обратно. Дальше ищем. Синий-желтый. Синий-желтый. Ставим их на одну грань. И получается оба снизу. Сдвиг. Флип. Обратно. Белый-красный. Белый-красный. Ставим на одну грань. На разных уровнях. Делаем сначала флип. Сдвиг. Флип. Обратно. Ищем дальше. Остались зелено-оранжевый и зелено-красный. Находим. Вот они. Те же самые. Понимаем, что это скорее всего последний раз мы будем делать алгоритм в этой сборке. Сдвиг. Флип. Обратно. Проверяем, что все ребра собраны. И переходим к этапу 3х3. Собираем крест. Крест правильный. Я буду здесь этап 3х3 собирать чуть побыстрее, поскольку надеюсь, что вы уже хорошо собираете кубик 3х3. Следующая. Красно-синяя пара. Дальше. Синя-оранжевая. Зелено-оранжевая. Выходим на паритет. Видим, что у креста всего лишь 3 уса. Должно быть либо 4, либо 2. То есть, если 3 или 1, то это ОЛЛ паритет. Делаем алгоритм. Три раза от себя. Три раза на себя. От себя. На себя. На себя. Крест получается. Собираем любым способом, каким умеем. Я сделаю ОЛЛ. Дальше. По методу для начинающих сначала нужно собрать ребра. Видим, что ребра собраны. Опять же, по методу для начинающих попробуем собрать углы. И видим, что у нас появляется собранный уголок. Делаем алгоритм еще раз. Куб собран. Куб собран. Пилы у паритета не было. Вторая сборка. Опять начнем с белого цвета. Видим, одна палочка уже есть. Соберем вторую. Поставим их на одну грань. Дальше. Белый слева. Собираем желтую палочку. Она уже есть. Белый вниз. Отправляем на противоположную грань. Собираем еще одну палочку. И тоже, не забывая оставить ее друг по другу, отправляем на желтую грань. Белый собран, а желтый собран. В любом месте собираем синий. Одна палочка. Один элемент. Второй элемент. Ставим их в удобное положение. И собираем синий центр. Белый к себе. Синий сверху. Красный должен быть справа. Вот здесь мы будем собирать красный. Видим красную палочку. Ставим ее вертикально. Отправляем наверх. Видимо, что у нас красный далековато. Поднимем ее сначала повыше. А потом уже отправим наверх. Дальше у нас следующий цвет зеленый. Видим удачные случаи. Тут зеленая палочка. И тут. Помещаем их друг над другом. И ставим рядышком. Центры собраны. Начинаем собирать ребра. Видим желто-красный. Желто-красный. Стоят один сверху, другой снизу. Сначала делаем флип. Они становятся на один уровень. Сдвигаем. Флип. Возвращаем. Ищем дальше. Бело-оранжевый. Бело-оранжевый. Ставим их на одну грань. Получаем оба сверху. Сдвиг. Флип. Обратно. Следующее, что мы видим. К примеру, белый-синий. И еще один белый-синий. Ставим их на одну грань. Сдвигаем. Флип. Возвращаем. Дальше. Белый-зеленый. Белый-зеленый. Стоят уже на одной грани. И оба снизу. Это хорошо. Делаем сразу алгоритм. Дальше. Зелено-оранжевый. И вот зелено-оранжевый. Ставим их на одну грань. Сдвигаем. Флип. Возвращаем. Следующий. Желто-оранжевый. И желто-оранжевый. Ставим их на одну грань. Сдвигаем. Флип. Возвращаем. Оранжевый-синий. Оранжевый-синий. Стоят сразу удобно. Сдвигаем. Флип. Возвращаем. Красно-синий. Красно-синий. На одну грань. Сдвигаем. Флип. Возвращаем. Осматриваем куб. Находим вот желто-синий. И вот желто-синий. Ставим их на одну грань. Сдвигаем. Флип. Возвращаем. Белый-красный. Белый-красный. Ставим их на одну грань. Сдвигаем. Флип. Возвращаем. Смотрим, есть ли у нас еще не собранные. Вот они. Зелено-желтый. Зелено-желтый. Мы видим снизу красно-зелено-красно-зеленый. Видимо, это последние не собранные ребра. Сдвиг. Флип. Обратно. Собираются сразу оба ребра. Проверяем все ребра на месте. Собираем этап 3х3. Делаем крест. Собираем первый и второй слой. Любым способом, каким умеем. Так, у нас остается синий-оранжевый. И зеленый-оранжевый. Видим, что у центра только один ус. Это значит паритет. Я возьму вот таким образом. А, кстати, давайте перейдем на крест лучше. Было понятнее. Вот у нас получился недокрест. Берем несобранным ребром к себе. Делаем алгоритм. Получаем крест. Собираем алгоритм. И выходим. Кстати, это тот случай, который я показывал в обучающем видео. У нас здесь все собрано. Здесь все собрано. И нужно поменять только вот это и вот это местами. Это как раз тот случай, когда можно сделать только пилл паритет. И кубик соберется. Он меняет два вот этих противоположных ребра. Так что выполняем. Сделав двород, мы получаем собранный куб. Третья сборка. Опять начнем собирать белый центр. Видим два элемента. Стоит уже удобно. Совмещаем их в полоску. Находим остальные два. Полоска стоит вертикально. Значит мы ее не испортим. Делаем вторую. И совмещаем две рядом. Берем белый слева. И ищем элементы для желтого центра. Первая полоска. Я поставлю эту полосочку на место вот этого элемента. Таким образом их останется сверху три. Находим еще один. Размещаем так, чтобы он был под полоской. И вот этот был на том же уровне. То есть при подъеме. Здесь получается палочка. Отводим в сторонку. Возвращаем. Собираем синий центр в любом месте. Видим, что здесь уже одна палочка есть. Собираем вторую. И размещаем ее рядом. Белый к себе. Синий сверху. Значит красный будет справа. Берем, чтобы белый и желтый были по бокам. Синий сверху. И вот так опрокидываем. Готовая красная палочка. Отправляем ее сразу наверх. Возвращаем. Опять мы видим, что красный далеко. Сначала поднимем его чуть повыше. И после этого уже отправим на нужное место. Расположим здесь палочку. Здесь элемент на том же уровне, что этот. То есть снизу. Поднимаем. Получилась палочка. Отводим в сторонку. Возвращаем. Опять удобная ситуация. Зеленая палочка. Зеленая палочка. Ставим на одной линии. И простыми движениями собираем и зеленый, и оранжевый центры. Далее опять самый нудный этап. Видим, одно ребрышко у нас собралось само. Это хорошо. Осматриваем. Видим, к примеру, бело-оранжевое и бело-оранжевое. Вот они. Получается оба сверху. Сразу делаем алгоритм. Собралось. Бело-красное. Бело-красное. Ставим также на одну грань. Оба сверху. Сдвигаем. Флип. Обратно. Как все у нас сейчас одновременно собрались два ребра. То есть, там еще на один алгоритм будем делать меньше. Желто-синий. Желто-синий. Ставим их на одну грань. Оба снизу. Сдвиг. Флип. Обратно. Ищем дальше. Одинаковых сразу не видно. К примеру, вот. Зелено-оранжевый. Зелено-оранжевый. Они на разных уровнях. Значит, сначала делаем флип. Сдвиг. Флип. Обратно. Видим бело-синий. И еще один бело-синий. Ставим их на одну грань. Сдвиг. Флип. Обратно. Так. Красно-желтая. Красно-желтая. Ставим на одну грань. Сдвиг. Флип. Обратно. Ну и остается у нас две последних пары. Синий-оранжевый. Синий-оранжевый. Остает оба сверху. Сдвиг. Флип. Обратно. Проверяем, что все ребра собраны. Вроде бы все. И собираем этап 3х3. Делаем крест. Собираем первые два слоя любым способом. Одна пара. Вторая пара. Синий-оранжевый. И остается у нас зелено-красный. Видим, что у нас опять крест неполный. Значит, это ойл-паритет. Берем неправильным ребром к себе. Делаем алгоритм. От себя. Прокидываем от себя. От себя. На себя. На себя. На себя. От себя. На себя. На себя. Далее. Доделываем ойл-ойл. Давайте методом для начинающих. Два фифтопа. Подворачиваем. Тут 4. Мы видим ребра напротив. Сделаем алгоритм, который их меняет. И выходим на перестановку углов. Видим, что все как-то стоят хаотично. Один раз провернем алгоритм, переставляющий углы. Они опять остались хаотичны. Это верный знак того, что у нас сейчас, скорее всего, будет перелал-паритет. Делаем еще раз. И видим ту же самую ситуацию. На всякий случай. Еще раз. Да. Мы видим, что эта ситуация не уходит. Если еще раз провернем, то видим, что два угла собраны. Два нет. Делаем пилл-паритет. И остается нам восстановить ребра и углы. То есть, дособирать пилл. Третья сборка готова. Надеюсь, трех сборок будет достаточно. На этом, наверное, все. Тренируйтесь. Всем спасибо. Всем пока.